Об истории во вторник вспоминали и в Роспотребнадзоре. 15 сентября специалисты санитарно-эпидемиологической службы России отметят 90-летний юбилей со дня основания. В преддверии знаменательной даты они встретились с журналистами и рассказали о том, как изменилась служба и каких результатов удалось добиться почти за вековую историю. Подробности в сюжете. 90 лет кропотливого и самоотверженного труда. За время работы специалистам санитарно-эпидемиологической службы удалось многого добиться. Заболевания, из-за которых в прошлом гибли тысячи людей, такие как ТИФ, дифтерия и малярия, сегодня практически канули в лету. Удалось снизить и уровень развития кори, краснохи, гриппа. Залог успеха применения профилактических вакцин. Нам удается удерживать уровень санитарно-эпидемиологического благополучия на достаточно приемлемом и высоком уровне. В частности, за последние несколько десятков лет не регистрируется массовые заболевания и отравления, связанные с пищевыми продуктами, связанные с питьевой водой. В 2005 году санитарно-эпидемиологическая служба обрела новый статус и наименование – Роспотребнадзор. Кроме вопросов гигиены, эпидемиологии, паразитологии, нам была добавлена функция по защите прав потребителей, защите на потребительском рынке в торговле. Как показывает практика, Роспотребнадзору население доверяет. Только в 2012 году с заявлениями о нарушениях прав потребителей туда обратились более тысячи человек. Большинство из них помогли отстоять свои права. Екатерина Болдырева, Ирина Губарева, Андрей Дегтярев, Телеканал СЕИМ.